очередной выпуск рубрики трейдер на заметку где я хотел бы сегодня разобрать вопрос профиля рынка благодаря так сказать и ваши подсказки смелее пишите в комментариях можете под этим видео можете под любым другим видео отправляйте пожелание чтобы хотели что мы разобрали и вот сегодня благодаря такому пожеланию мы разбираем профиль рынка профиля объема рыночный профиль по-разному это дело называется но выглядит это приблизительно вот так речь идет о вот это вот загогулинг который выглядит вот таким вот образом который я достаточно часто анализирую и в принципе надо сказать что стратегия и 3 дневная позиционная так либо иначе пересекается именно с этим профилем рынка я его выбрал как основной инструмент для анализа который помогает определять места для входа для выхода позиции и принципе на нем строить свою торговлю и все то что рассказать его в рамках преподавания тоже носится вокруг него но сегодня я хочу рассказать деталь до что подразумевается по этим профиль рынка какую пользу он дает и какой вред он дает и что он может чем он может оказаться вам полезен но прежде чем начать я хочу обратить ваше внимание что рыночный профиль это инструмент для анализа на торгованных объемов на торгованный объем это тот объем который был проторгован где была совершена какая-то сделка и вот именно объем этой сделки в принципе и анализируется здесь речь идет не о каких-то там отложенных ордерах не не а стакане да не о желании участников купить рынок или участников продать да здесь речь идет о тех участниках рынка которые уже совершили сделку причем стоит отметить что в рынке когда происходит сделка объем в этой сделке например 10 контрактов есть участник рынка который купил 10 контрактов есть участник рынка и который продал 10 контрактов то есть каждый наторгованный объем он не может быть бычим или медвежим это исключено потому что количество покупаемого товара всегда равняется количеству товара проданного но нужно отметить что что мы не знаем и никоим образом не сможем вычислить с какими намерениями оба участника рынка участвовали в сделке и относительно их позиции что они купили открыли новую позицию или они купили и закрыли старую позицию а например продажную которую они совершали ранее таким образом объем он в принципе обезличен это количественная единица измерения рынка которая не может вам давать в чистом виде направления этого рынка однако косвенно в некоторые моменты мы с вами можем определять но разобраться что такое объем да вы все обычно когда люди знакомятся с объемом чаще всего они знакомятся вот с таким отображением объемов это вертикальные такие столбики которые показывают количество наторгованных объемов в единицу времени то есть они нам говорят что на этом графике евро доллар значит есть часовой часовая такая свечка да если мы наведем на а вот эту штуку она тут здесь наверху трейдингю нам показывает что в этом месте было торговано 13 тысяч 950 единиц измерения объемов да причем надо отметить что это тиковый объем и вообще они отличаются на тиковые и на реальные объемы какие из них лучше ну давайте разберемся но прежде разберемся что такое тиковый когда мы с вами смотрим и анализируем рынок форекс используя какого-то значит брокера ритейл брокера нужно отдавать себе отчет что объем совершаемые в каждой конкретной сделки на рынке форекс посчитать невозможно просто потому что нету никакой единой базы нету никакой скажем так единого сервера где собственно говоря и происходили бы эти сделки эти сделки происходят по всему миру и невозможно их сосчитать можно приблизительно прикинуть можно по итогу потом вычислить но в моменте определить на торгованные объемы реальный на рынке форекс невозможно поэтому брокеры дают тиковые объемы а тиковый объем это не совсем объем до 1 тик это любое изменение цены если цена изменилась на один возможный пункт наверх то произошел один пункт один тик и мы видим изменение рост цены если цена откатила обратно на этот тик дальше вниз то мы видим что тика произошло 2 а цена по факту оказалась без изменений но тиковый объем будет равен именно 2 посмотреть что из себя представляет тики вы можете в любом терминале мета трейдер 4 для этого нажать достаточно нажать на кнопочку и в 9 или нажать кнопочку новый ордер и вам откроется вот такой тут типа график который фактически и отображает тики если здесь приглядеться да можно действительно приглядеться как-нибудь нет нельзя здесь приглядеться то можно увидеть да что на самом деле было изменение 1 2 3 и потом 4 то есть вот у нас с вами вот за эту единицу времени произошло 4 тика и именно если бы здесь да была бы такая бы вот скажем так вертикальная свечка до вертикальный столбик то он бы указывал именно на отметку 4 потому что в этой сделке произошло 4 тика 4 объема но сколько объемов было в момент совершения этих сделок мы сами не знаем и не сможем посчитать если речь не о бирже если мы говорим с вами про биржевые площадки то там да там есть грубо говоря тот самый единый сервер где совершается все сделки и мы можем с вами получить информацию не только о том насколько изменилась цена и когда а также еще можем получить информацию какой объем был наторгован каждый конкретно момент я покажу вам скрин стакана цен для тех кто может быть не знает что это такое это как раз таки но в данном случае это стакан цен сбербанка от платформы клик но значение это не имеет все что торгуется на бирже все можно посмотреть в стакане в принципе да но здесь важно что что вот эта красная зона это количество ну это вернее заявки продавцов зеленые это заявки покупателей самое лучшее предложение ценное предложение она же ask это то что внизу скажем так самая лучшая цена спроса она же цена бит она собственно наверху среди заявок покупателей и в принципе разница между ask и битом составляет спред да по большому счету и что мы здесь видим мы видим что по цене 155 рублей 5 копеек стоит 74 контракта на продажу то есть если кто-то захочет купить рыночным ордером 70 лотов данной бумаги то он совершит свою сделку по цене 155 05 и при этом цена не сдвинется ни на шаг почему потому что предложение по данной цены 74 предложение превышает чем то заявка на 70 которая была подана а вот если кто-то в моменте захочет купить 100 контрактов данной бумажки то он купит все 74 лота предложенные по отметке 155 05 его заявка сместится вернее цена сместится на уровень повыше 155 06 и из этих 62 контрактов данный человек доберет еще 26 которых ему не хватило на отметке 155 05 и таким образом и состоится фактически проскальзывание рыночной заявки это раз и во вторых состоит изменение цены и получается что разница между биржевым объемом да и тиковым объемом заключается в том что в биржевым объеме мы видим что была попытка например купить 70 контрактов но тика никакого не было то есть тиковый объем это не покажет а биржевой покажет сделку в объемом 70 контрактов если будет объем 100 контрактов то значит Значит биржевой терминал покажет нам сделку объемом 100 контрактов, то есть объем 100 контрактов, причем это будет как на одной цене 74 и на другой цене 26, а тиковый объем просто покажет единицу измерения, одну тик. Ну вот в этом разница, я думаю, что здесь более-менее все понятно и казалось бы на этом этапе есть ощущение, что между биржевыми и тиковыми объемами колоссальная разница и чему же верить. Но по логике вещей нужно верить реальным данным, которые можно посчитать не просто количественно, но и качественно, то есть речь идет о данных по биржевой площадке, однако выглядит все это следующим образом. Здесь у нас слева находится валютная пара евро-доллар, которая предоставляет брокер Уанда и здесь тоже очень важно отметить, потому что брокеры, форекс-брокеры ритейл, форекс-брокеры предоставляют котировки от своих поставщиков котировок и они могут отличаться от брокера к брокеру, а значит и тиковые объемы могут отличаться от брокера к брокеру. То есть если вы говорите, например, если вы торгуете фьючерсом на доллар-рубль на московской бирже и у вас есть брокер БКС, например, и брокер открытия, если вы будете смотреть и там, и там, то у вас данные по объему будут одинаковые, потому что все они торгуются на одной московской бирже. Если мы торгуем, если мы анализируем тиковые объемы, например, у Уанда и, например, у какого-нибудь, не знаю, Альпарей, то тиковые объемы могут отличаться, потому что отличаются поставщики котировок. Но, тем не менее, при грубом приближении мы с вами можем посмотреть, и, например, возьмем мы здесь с вами индикатор фиксированного объема, я очень часто его здесь включаю, и берем мы с вами от начала этого дня на евро-доллар до окончания этого дня, включаем, втыкаем и смотрим, что нам показывают. Справа у нас, ой, прошу прощения, справа у нас реальные биржевые объемы, да, слева у нас это тиковые объемы от брокера, и если вы посмотрите, то в грубом приближении никаких особых изменений нету, но вот в реальном объеме, да, мы с вами можем увидеть, что здесь было больше, чем в этом месте, а здесь наоборот, то есть в меньшей степени. Все остальное плюс-минус отличается практически, да, практически не отличается. То есть, несмотря на ту разницу, да, которая себя представляет и тиковые реальные объемы, в больших масштабах разницы абсолютно никакой нету. Если вы, конечно, там смотрите в стаканы и ловите там небольшое количество пунктов, торгуете чисто внутри дня, может быть, действительно вам будут как-то полезные больше реальные объемы, чем тиковые. Хотя для среднесрочной торговли, для торговли с горизонтом, скажем так, на пару дней особого значения на самом деле и особой разницы на самом деле здесь никак не имеет. Где же брать эти объемы? Ну, я использую в своей работе, да, с этого 2020 года терминал TradingView, и в нем действительно есть встроенная функция, как я уже раньше показал, фиксированный диапазон. Но эта встроенная функция доступна только лишь на платных версиях, на платных подписках на данный терминал. Причем вам, насколько я помню, достаточно будет просто самый дешевый тариф, и тогда у вас появится вот такая вот кнопочка профиля объема, где есть уже, видите, как, ну, получается 4. Когда я покупал, было 3, появился объем за сессию HD, формата хайди финишн, ну, ё-моё. Значит, да, ну, вообще вот только вот этот раздел в индикаторах появляется только с платной версией, причем с самой дешевой платной версией. Цены, я думаю, посмотрите самостоятельно. Если вам не нужен TradingView, а вы используете Метрейдер 4, Метрейдер 5, я бы обратил ваше внимание на ресурс CraftClusterDelta.com. Ссылка будет в описании к этому видеоролику. Это что такое? Ребята этого проекта делают следующее. Они берут данные с биржи CME, значит, где наторговываются основные валютные фьючерсы на валютные пары, то есть оттуда, в принципе, извлекаются реальные объемы фьючерсов. Обращаю ваше внимание, не рынка Форекс, а фьючерсы на валютную пару. Оттуда подгружаются данные по объемам, и они это все дело интерпретируют и выстраивают для простых индикаторов, которые можно вставить в Метатрейдер 4 и в Метатрейдер 5. И вообще, в принципе, биржевые объемы – это те данные, за которые по большому счету платят деньги люди. Имеется в виду, это информация, которая покупается. И, соответственно, очень маловероятно, что вы найдете где-то объемы за бесплатно. Ну, как это делалось в Ватасе, если мы анализируем их в других платформах. Там постоянно идет перерегистрация на демо новой аккаунты на 2 недели, биржевые не дают, а потом, собственно, блокируют. Но если вы подписываетесь, то по большому счету вам сколько надо, столько и нужно. Но ребята из Cluster Delta это делают, и они тоже продают свои индикаторы за относительно скромную плату, я бы даже так сказал. При том, что у них помимо просто этих информаций, они интерпретируют ее по-разному. Это и какие-то Volume Box, и ленты, и стакан цен, и какая-то у них есть своя платформа для анализа именно кластеров. Не совсем может быть удобно, но, так сказать, соотношение цена-качество сойдет. Если вам, в принципе, нет необходимости платить за эти объемы, и вы переживете как-то тиковыми объемами, то в простом MetaTrader 4, MetaTrader 5 нет рыночного профиля. Да, это они есть, ну, вы можете сказать, что по интернету найдите VP Range, такой индикатор для MT4, для MT5, и он, в принципе, отображает вам тиковые значения, по большому счету. А, к слову говоря, о профиле, да, разница объемов заключается в том, что вот этих вот, от вот этих вот, да, заключается в том, что здесь мы с вами видим количество сделок или тиков в данном случае за этот час, а вот в этом интерпретации мы видим количество тиков на какой-то определенной цене. То есть, мы с вами, нас здесь с вами не интересует, когда это было наторговано. Нас здесь с вами интересует, где это было наторговано относительно цены. И вот это вот одно из самых хороших качеств, которые я, в принципе, применяю для себя, я обучаю другим, потому что у нас есть возможность измерить, значит, хотя бы в относительной величине, какой ценовой диапазон более привлекателен для участников рынка. И по этой же причине, да, основные вещи, которые я пытаюсь высмотреть с использованием, значит, рыночного профиля, да, он применяется не на флотовых рынках, он применяется мною. Это не значит, что это однозначно так. Но, тем не менее, мною он применяется при исследовании каких-то импульсных движений, не флотовых, а импульсных. Почему? Потому что если вы будете смотреть, рассматривать вот этот боковид, который наторгован, то с большей степенью вероятности, я не знаю, сколько подгрузится или не подгрузится, но если подгрузится, там будет вот такой вот этот калакообразный, да, вот он, я почти угадал, калакообразный вид, который, в принципе, не говорит абсолютно ни о чем. Я его использую и учу людей использовать именно на каких-то импульсных составляющих, для того, чтобы иметь возможность определить не просто направление, да, но еще и некоторые диапазоны цен, которые участникам рынка могут быть интересны. Это, на самом деле, только лишь верхушка айсберга. Вся эта тема раскручивается, да, так сказать, мною очень плотно. В принципе, благодаря этим данным, да, я, так сказать, построил иерархию, да, значит, текущей рыночной обстановки. Что это? Тенденция или флет? Если это флет, то как мы понимаем, что он перерастает в тенденцию? Если это тенденция, то как мы понимаем, что она ускоряется или замедляется, или вовсе запала во флет? То есть это уже рыночная структура, это уже то, что, значит, скомпоновано, то, что, в принципе, и используется мной, и обучается для других. Но вам, я хочу сказать, да, кто смотрит это видео впервые, и не проходил подготовку, обращайте внимание на интерпретацию именно, значит, в каких-то импульсных движениях, именно в каких-то направлениях и так далее, и так далее. Но тут, когда вы будете смотреть и изучать этот рыночный профиль, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что некоторые ресурсы неправильно, и некоторые люди неправильно интерпретируют эти данные. О чем это говорит? Это говорит о том, что, например, да, мы с вами изучили то, как ведет себя цена вот в этом диапазоне, и мы видим, что здесь есть некоторое возмущение, и люди некоторые ошибочно считают, что здесь у нас есть объем покупателей. Это в корне неправильно, и то, что я людям говорю там у себя, да, это именно то, о чем я говорю, что это неправильно, так и неправильно интерпретировать. Я раньше, до поры до времени считал именно точно так же, однако это вот реально в корне неправильно. Почему? Потому что здесь, в этой наторговке, были как покупатели, так и продавцы. Вспомним, да, начало этого видео, оно заключается в том, что каждый объем, да, сколько товара купили, столько и товара продали. И значит, что в этой наторговке, которая здесь указана, да, здесь, грубо говоря, миллион контрактов купили и миллион контрактов продали. Иначе быть не может. А значит, те люди, которые говорят о том, что здесь есть покупатели, ошибаются как минимум наполовину, потому что в этом диапазоне есть покупатели и есть же продавцы. А так как нету, не существует таких данных, которые бы говорили о том, чья это принадлежность, чей этот объем на покупку, на продажу, это значит, что никто не может достоверно определить, с каким, так сказать, интересом, с какими позициями кто-то там сидит и кто его контрагент, какие его интересы, какие его позиции. Учитывая, что это только фьючерсный рынок, есть еще опционный рынок и другие смежные рынки на других биржах, это значит, что может быть действительно там есть какой-то участник рынка, который купил данный актив, но это не значит, что он занимается этим активом только в этом рынке, потому что на смежной секции или на смежной бирже он может иметь противоположную позицию, и тогда его экспозиция вообще очень другая может быть. То есть я хочу вам сказать, что не верьте тем, кто говорит о том, что здесь есть покупатели. Нет, здесь есть ровно столько же покупателей, сколько и продавцов. Интерпретировать эту вещь нужно немножечко по-другому, ну не совсем, но немножечко по-другому с точки зрения баланса, дисбаланса, с точки зрения аукциона, вот на какие вещи стоит обращать внимание. Именно на это я делаю упор и в принципе все становится более-менее понятно. В общем-то это все, что я хотел сказать и надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Ссылки на все ресурсы будут в комментариях, в описании к этому видеоролику. Ну а все мысли на этот счет, как позитивные, так и негативные, выражайте в комментариях. На этом все, спасибо за внимание и успех вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!